Впервые в истории грузинского альпинизма грузинская экспедиция покорила высочайшую вершину мира Эверест. Сейчас в нашем сюжете вы увидите уникальные кадры, отснятые самими альпинистами во время восхождения. Снимать на таком высоте видеокадры это очень тяжело, поэтому не все делают это и очень редко люди бьют с собой видеокамеру. Это очень трудно и очень сложно останавливаться, доставать камеру и снимать, прятать его и так далее. Это начало восхождения. До высоты 8 тысяч метров ребята поднимаются без кислорода. Покорить Эверест – мечта любого альпиниста, но Демалунгма подпускает к себе немногих. Ребята рассказывали, что во время восхождения находили тела многих погибших альпинистов. Ну а этого японского спортсмена грузинским альпинистам удалось спасти. При этом они здорово рисковали собственной жизнью. Японцы нашли на высоте 6400 метров и спустили в базовый лагерь, находившийся на высоте 5200. И все же, вопреки всему, альпинисты считают, что лучше гор могут быть только горы. И это трудно понять тем, кто в горах не бывал. Говорят, самый сложный рельеф ближе к вершине. Наконец, вершина. Вот мы и поднялись. Да здравствует Грузия. Кстати, по счастливому стечению обстоятельств, Эверест был покорен грузинами в День независимости Республики. Интересно, что и в предыдущие дни, да и в последующие была ужасная погода. 26 мая, что мы поднялись на вершину, это не совсем случайно. Потому что мы думали об этом, мы пытались. Но все равно, это не от нас зависело. Мы просто вот и мы пытались, и погода немножко помогла нам. В Грузии очень гордятся этим восхождением. Наверное, время от времени гражданам необходимо испытывать здоровое чувство национальной гордости. В Тбилиси ребятам вручили высшие награды. Ну а из экспедиции они привезли этот сертификат, подтверждающий факт покорения вершины. Это фото снято на Эвересте. Ребята выглядят счастливыми. Но, наверное, немного завидуют тем, другим, у которых вершина еще впереди. Макароид Багдидабришвили, Малхас Асламазишвили. Специально для программы «Вместе» из Тбилиси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова